Итак, впервые в истории России выборы президента проходят три дня. С пятницы 15 марта до воскресенья 17 марта проголосовать могут более 112 миллионов избирателей россиян. С 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах страны. В нем, под данным Центральной избирательной комиссии, приняли участие почти 2 миллиона человек. До конца голосования в России остается еще два часа. Последние цифры об электоральных рекордах у нашего специального корреспондента Маргариты Грыловой. Маргарита, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Екатерина. Вы знаете, явка на выборах президента в 2024 году побила все рекорды. Ее уже смело можно назвать исторической. Сейчас она достигает 73 процентов. И это впервые с 1991 года, когда проводились президентские выборы в России, явка перешагнула через 70-процентный барьер. Активнее всего голосовали традиционно жители Чечни. Там явка превысила 96 процентов. На втором месте это жители Тывы и Кемеровской области. Там проголосовало 94 процента избирателей. Но что удивительно, на Камчатке, несмотря на ураган, 10 участков продемонстрировали 100-процентную явку. Это еще раз доказывает, что никакие погодные условия, никакие трудности извне россиянам голосовать не мешают. Вот, например, уже есть информация о том, что сайт ЦИК выдержал, выставил беспрецедентное количество атак. 8 миллионов атак было совершено за эти три дня. И вот что по этому поводу сказала Элла Памфилова. Хочу сказать спасибо Западу. Он нас сплотил. Люди в большей степени поняли, как важно нам сейчас быть вместе. Вы знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор. Здесь, в информационном центре ЦИК, аккредитованы 1447 журналистов. Половина из них иностранцы. И все мы имеем равную возможность онлайн наблюдать за тем, что сейчас, в данную минуту, происходит на избирательных участках. Большинство из них от Камчатки до Новосибирска уже закрыты. Там начался подсчет голосов. Я видела лично, как в далеком бурятском селе Курумкан уже начался подсчет голосов. 192 экрана обновляются каждые 3 минуты. И сюда стекается информация со 100 тысяч избирательных участков. Но пока преждевременно говорить о каких-либо предварительных даже итогах. Как только в Калининградской области в 21.00 по Москве закроется последний участок, здесь в ЦИК будет включен так называемый счетчик предварительных итогов голосования. И мы непременно вам об этом сообщим. Да, Маргарита, вы упомянули бурятский участок, какой-то далекий, в каком-то поселке. Скажите, вы там родились, вы учились в этой школе? В этой школе я не училась, но я почему о нем знаю? Потому что моя школа, мой район находится буквально в 100 километрах от села Курумкан. Если мы сейчас углубимся в географию, вот республиканский центр, город Улан-Удэ. Так от города Улан-Удэ до моей школы 267 километров, а до Курумкана плюс еще 150 километров. Дорога единственная в горы, и то есть даже туда добрались современные технологии. Спасибо большое. Я напомню, что это был наш специальный корреспондент Маргарита Грылова с последней информацией из Центра избиркома о ходе голосования. Напомню, к этой минуте явка составила 73,27%. Продолжение следует... Продолжение следует...